А вы не хотите подписать открытки, ребят? Да. Так, а что с ними потом произойдет? Потом мы их отправим. Вот и все. Простая история. Ручку вам дать? Вы можете просто отписать от души, как будто это ваш старый друг, которого вы давно не видели. Потому что все ребята нашего возраста, и у нас схожие интересы, полагаю, судя по набору лиц. Спасибо. Мы их постим во все соцсети, и потом отправляем им обратно ответную реакцию людей. Заключенные. Они можно твитить? Они могут писать письма. А мы можем твитить. Количество тех, кто будет писать политическим заключенным, возрастет просто за счет того, что люди будут писать небольшие письма, которые пишутся там час, например, а люди будут писать комментарии в один небольшой абзац или в пару предложений, которые мы скриншотим отправляем политическому заключенному, и он уже дает там развернутый ответ свой. И в этом ответе он может выделить какую-то конкретную часть, которую он хочет публично опубликовать в социальной сети. Вот. Это получается как твит. И далее в социальной сети может идти обсуждение, комментарии люди могут оставлять. То есть таким образом осуществляется общение, которое мы назвали интернет через бумагу. По сути, очень простая, но в то же время с многими подводными камнями работа, потому что есть цензоры, и мы сейчас прорабатываем правила о том, что можно писать, что нельзя писать в комментариях. Потому что если люди будут лишнее писать в комментариях, например, о деле соседнего фигуранта, этого же дела, да, другому фигуранту, то цензоры это уже не пропустят. И они порой просят писать им какие-то новости из современной культуры, из спорта. У кого-то даже бывают очень узкопрофильные интересы, такие как судомоделирование, судомоделизм. И было бы неплохо, если бы наша аудитория смогла оставлять какие-то новости, которые ребята просят им отправлять. Для меня главная цель этого проекта – это создать стабильную связь политического заключенного, который находится в изоляции, у которого нет доступа в интернет, через ручную работу, что мы будем эти бумаги фотографировать, тем самым создавая ему такую, кавычка говоря, бумажную социальную сеть. Можно две, конечно, нужно. Все это сижу, подумаю.